Давайте начнем. Меня зовут Александр Корный, я директор анализов на МРУЗу и расскажу о том, как мы смотрим на стартапы, как советуем смотреть на стартапы, потому что нам кажется, что это будет на них правильный. Естественно, я не расскажу вам прям все, но две самые важные, самые простые и самые режущие стартапы идеи я только пытаюсь проиллюстрировать. Но совсем немножко о том, почему я про это рассказываю. Есть такая компания МРУЗ, это сейчас в России, наверное, самый главный вопрос для IT-активов. Мы осознанно решили, что мы хотим из новых продуктов, мы их частично делаем, частично покупаем. Глобальной разницы для нас нет, потому что на рынке купить, что купить команду, и она будет делать. Совсем с психического полета в России. Мы просто хотим, чтобы у нас все было больше. У нас раньше была одна почта вместо социальных сетей и т.к. ой. не мессенджера, а теперь мы хотим, чтобы с точки зрения переразлили. Я занимаюсь тем, что стартапы пытаюсь оценить, стоит нам их купать, или стоит нам их скопировать, или вообще это плохая идея, и тогда не стоит есть. И в какой-то момент приходит к нам дата, не рассказывать на себе, какой он молодец, как он что-то делает, что-то там происходит, и говорит, что у него есть самый главный график. Примерно такой. Не всегда в деньгах. Вот в чем? У нас есть хороший график из прошлого и будущего. Вот через 5 лет у нас будет чего-нибудь очень много, а это и нас. И в общем-то, вот самое главное во всем константы, действительно, это проект. Вышли, мы смотрели, ли мы там. Хороший он или плохой. Вы знаете, вот этот проект не хороший или плохой? Ну, предположим, это очень дорогие моменты. За 5-10 был рост более чем 10 раз? А у вас хороший? Нет, это плохой рост, потому что в 5-й год ростов почти нет. То есть, у нас довольно быстро 10 раз рост, и он восстановился, и почти даже не растет. В линейной для стартапов это плохо. Стартап становится финансиальным. Но там 5-я строчка должна быть считать. То есть, нам в этом упаковый шестерал, кажется, не хорошее. Вот. И вот пришел стартап. У него около прошлого года было 1, в прошлого года было 3. В этом году они в ростах идут на 9, и рассказывают, что на 10-й год 1,57 тысяч, вот, приобретенность хранится. А на 20-й год уже, ну, сейчас грамотно, что это совсем исторично. И наша задача – это понять, где на самом деле оно остановится. Понятно, что вечный экспонент продолжаться не может, и где-то оно может случиться. Самый первый известный и традиционный способ, о котором даже стартапы почти все знают, это, собственно, посмотреть на рынок. То есть, они же редко изобретают что-то совсем новое. Обычно стартап – это изобретение нового способа, а не нового услуги. То есть, раньше нам все ловили вот так такси, и, во-первых, так начал ловить такси, и такси был не изобретен. Ну, вот, деливери-кулортаж, который закупили, вот, по-моему, эти цифры появились. Он говорит, что есть там примерно 160 миллиардов рублей, которые люди тратят на доставку продуктов домой. Ну, вот там, половину они будут тратить напрямую у поставщиков еды, а в Джонс – у других сетей, ну, еще у кого-то. Половина – у агрегаторов, там, мировая практика, как-то дождена. Значит, 80 миллиардов рублей будет тратиться на деление рекламы, потому что конкурент, мы всех видим. Комиссия будет, например, 20 процентов, потому что мировой опыт. Ну, вот, 16 миллиардов рублей будет в вашу выдачу, по-моему, неопределенно в будущем. Но, кстати, к этой цифре будет сходиться наше экспонент. Ну, и все оно действительно так. Мы вот в это поверили и купили. Примерно другой стартап. Потому что мы не купили, я не могу назвать название, но некий стартап, который делал некую онлайн-услуку. То есть, вот, чисто онлайн, без такого. Офлайн-овая часть. Человек приходит на сайт, платит денежку, ну, и чего-то получает, ему что-то делают. Причем, ну, не там, бастик рисуют, который, ну, компьютер рисует, а там реально какой-нибудь человек сидит, тратит свои силы, себестоимость действия происходящего. У него тоже все растет три раза по году. И они говорят, вот, в России на это тратится, ну, по-моему, 50 миллиардов. Тоже проводят все эти мотивации. Эти все 50 притекут к нам. И вот, иначе мы спорим, сколько вытекает из этих цифр. Нам попадет очень понравилось, там, основатели молодцы, растут быстро, там, все процессы отважены, все замечательно. Мы попросили всю статистику, там, проверили, что все правда, и увидели, что, типа, 85% заказов идут из Москвы, 10% заказов идут из Санкт-Петербурга, и 5% из Санкт-Петербурга. То есть, остальное, чем в России. Мы спросили, почему, по-моему, они рассказали, ну, там есть, ну, да, милитный маркетинг, значит, ну, это, ну, некие, вполне логичные причины. Мы не поверили, начали смотреть на то, ну, сказать, интернативное объяснение. И выяснили, что нам, условно, в Казани, в оффлайне, сделать то же самое, что делать в онлайн, стоит дешевле, чем у них. Ну, в Казани мало зарабатывают, а они всем, естественно, дают одну и ту же цель. При этом понизить свою цену они не могут, потому что, ну, у них есть себестоимость, которая чем-то ограничена, они как-то минор, они что-то делают. И, значит, в Казани они всегда будут дороже, чем местные, ну, просто люди, ходящие ногами, и никто им никогда пользовался в неблудах, потому что, ну, кому нужно добрать, дороже, чем обычная жизнь. И, значит, они ограничены не в тысячу миллиардами России, а там 20 миллиардами Москвы, Санкт-Петербурга, Ямала и еще несколько счастливых городов. И стоимость, соответственно, в 2,5 раза меньше, и, с момента, у них придется, ну, на год раньше, и там люди не договорились. Вот такая печальная история. Вторая история – это про, ну, тут немного похожее, про инстаккарты, в которые мы проинвестировали. Инстаккарты, ну, инстаккарты, это клон американского инстаккарта, которая занимается тем, что ввозят продукты из, ну, там, больших магазинов домой. То есть, человек в мобилке накликивает, хочу там мясо, сыра, молока. Человек в магазине мясо получает этот заказ, бегает быстренько по полку, собирает его, оплачивает, отдает курьеру, курьер везет его, ввозит домой и отдает. Они, как нарисовали свою экспоненту, они доверяют экспоненту, они умные, они, вы сами не верили, но для инвесторов они нарисовали, что вверху этой экспонента 14 триллионов рублей, которые тратят люди на покупку продуктов в России. Но это, вообще, самая большая трата в России, это когда все-все едят, достаточно бедные, поэтому очень много. При этом, на самом деле, порт был гораздо-гораздо-гораздо-гораздо ниже, потому что их услуга заветом обрезает все свежие продукты, которые хочется посмотреть перед тем, как заветомо обрезают тех людей, которым нравится ходить в магазины, потому что магазины – это не только обязанность, но и удовольствие. Заветомо обрезают тем, кто вынется за ценой, потому что они покупают в магазине, и они привозят. Поэтому заветомо дороже, чем в изначального магазинах, если ничего нельзя сделать. Можно вывивать какие-то долгие скидки, но это не так обижает доставка. Соответственно, вот вычете, 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 получаем тоже довольно маленькую сумму, которая сильно унижает максимальную вершину этого графика, унижает смысл входить в этот стартап, поэтому мы его не купили, мы туда проинвестировали, на всякий случай посмотреть. То есть первая мысль – это знать, докуда дорастет стартап по своей деятельности. Это число всегда ограничено, и оно часто ограничено гораздо жестче, чем кажется. То есть люди, скорее всего, не будут тратить больше денег на интернет, чем они тратят на оффлайн. И при этом не только оффлайн нам деньгами все ограничено, а, скорее всего, еще меньше, потому что есть какие-то категории, которые вам никогда не перейдут. Если вы их не видите, то у них высокая вероятность, что вы просто плохо смотрите, а не то, что действительно себе видят. Попробуйте как-то разбить аудиторию на куски в своих земле. Это интересно. Вторая мысль, которая очень важна для любого стартапа – это мысль того, какую ценность он приносит. Вот есть какой-нибудь стартап, в котором есть график с предыдущего слайда. Все растет, ожидаемо, что будет расти. Вершина, ну, посчитали по разным вершинам, очень высокая, еще долго будет расти. Идут второй вопрос, а зачем он вообще нужен? Что он на самом деле делает? Самый типичный такой современный категор – это какой-то маркетплейс. Если мы сделали сайт, пригласили туда 20 поставщиков, или 200 поставщиков, или 2000 поставщиков, то покупаем рекламу на Яндексе, пригоняем туда пользователей, и вот там, купи юриста, купи поездку на метро. Любая услуга относится к поставщиков. Таких стартапов и продуктов очень много. И часть из них даже нарабатывает. Ну, то есть они дешевле в трафик, для Яндекса, чем продают его на этих поставщиках. Дальше они смотрят, что рынок их велик, расти у нас получается, все будет вечно так хорошо. Нифига. Кроме того, что работают на хорошем рынке, надо приносить еще какую-то ценность. Если по-другому сделать и маркетплейс, чего кто бы не видит? Макетплейс почтовых систем. Ну, придумывал лучше, например. Договоримся со космосом, договоримся со SpaceX, и будем делать маркетплейс космических запусков. Вот стоит красивый плендер, в виде количества килограммов груза, мы тебя выведем из всех поставщиков мира, в какой цене оно выводится. И договориться, наверное, с каждым из них можно будет. Ну а что? Всем нужны клиенты, и мы для всем хорошего. Но ценности нет, потому что поставщиков все знают, и вы продаете интерфейс и удобство работы. В любое время могут опустить вашу комиссию ровно до ценности интерфейса и удобства работы. В случае вылета в космос, и даже очень много, большого числа более простых услуг, эта ценность очень небольшая. Интерфейс – это геруда по сравнению с самой услугой. Кубер подает не интерфейс, Кубер подает быстрое прибытие. Это ценность. То, что вы ходите, сразу появляется автомобиль, это ценность. Никой старый таксопарк ее сделать не мог. А удобное положение сейчас, что у каждого таксопарка есть. Ни фига мне не могло. То есть, когда происходит атак, он должен знать, что приводит. Причем иногда бывает, что ценности, ну как бы нет, на самом деле наив. Другой пример – живой. Есть такой английский стактап – Just Eat. Бак стоит в ресторан. Человек выбирает ресторан, еду, его из ресторана привозят где-то еду, на полчаса за час. Есть его конкурент – Deliveroo, который в общем-то делает то же самое. Разница между ними в том, что Deliveroo привозит еду своими курьерами, а Just Eat использует курьеры в ресторанах. И Just Eat – большой, прибыльный, растущий, и Deliveroo большой, уготочный, растущий. Одного у каждого прибыли растут, другого у каждого уготки растут. И если там почитать другую статью на эту тему, или даже спросить каких-то аналитиков, почему так, ну все отвечают, ну как, Just Eat непонятно, Deliveroo там свои курьеры, они мучаются с ними, это дорого, это сложно, из-за этого возникает проблема. А Just Eat, ну просто, предложение расходов нет, а это все прибыль. И примерно так же рассуждал Just Eat, там еще года полтора назад, и наш Деверик Плав столкнулся с этим же вопросом тоже, в общем, довольно давно, год назад. Но дальше, у нас на них был свет, вот есть процесс доставки еды там, так или иначе, где-то есть курьер, так или иначе, кто-то иммунилирует, кто-то на него тратит деньги. Если ресторан на него, мы избавляем ресторан от траты денег на курьеры, это дело своей доставки. Ну, можно лучше, предварительство ресторана, продать большую подру, и все равно все должно работать. То есть сумма денег от пользователя, потраченная на весь процесс, сумма денег одинаковая, потраченная на весь процесс одинаково, значит, можно как-то так разделить, чтобы все были довольны. То, что Deliveroo это не получается, это не проблема того, что ее курьеры, это какая-то более глубокая проблема. Вы тогда подумали, что это из-за того, что Just Eat работает с теми ресторанами, у которых есть курьеры. Если они у них есть, значит, от других не доставлять. Deliveroo работает с теми ресторанами, у которых сначала не было своих курьеров. Не было своих курьеров не от упрямства, а потому что, ну, как там, из расположения, из-за аудитории, из-за чего-то еще, это невыгодно. То есть Deliveroo приходит в те рестораны, которым не нужна доставка, но глобально, логически, по опыт рынка, и начинает давать своих курьеров. И, естественно, раз она не нужна изначально, получается суммарный визу, который подает Deliveroo. Но это же означает, что, подменяя доставку ресторана, где она уже есть своей, можно переспечить только убытки, но и прибыли. И это полетное дело, и этим надо заниматься. Deliveroo начал заниматься, и хорошо идет. И даже Just Eat совсем недавно тоже осознал, что был неправ, и тоже пошло. Deliveroo, по-прежнему, не идет, то, что заработает на наставках. Вот такая интересная история, моральная, и в том, что стартапу, покупателю стартапа, очень хорошо знать, понимать, что именно ты делаешь, какую именно ценность приносишь пользователю, кто именно за тебя платит, за что и почему. Еще одну историю скажу, не хотел, но вспомнилась. Все авиационные компании, ну, не авиационные, а поисковики авиабилетов, мета-поисковики авиабилетов, ОДА, все, кто давлены билетами, они все так сложились, меряют себя внутри в долгах. То есть они деньги получили, неважно куплять долларов, но в учете они считают это в долларах. И затрата в долларах, и выручки, и прибыль в долларах. Ну, долгая компания. Даже их мало. Я про российский сейчас говорю. И поэтому в последнем году, вот 2016-2015 год, у всех очень сильный рост. Ну, рубль на 20% вырос, и, соответственно, в долларах до 20% больше роста, чем рубля. Уже очень сложно было им объяснить, ну, мы сейчас с нефтами общались, что не обманывайте нас вашими долговыми цифрами, это в любых системах. Не вы этого добились, ну, знание, ну, благополитика, неважно. Неважно даже, как вы получаете деньги на счет, ваш реальный потребитель платит в рублях. И реально ваш, насколько вам конечный потребитель не авиакомпании, не там, партнерская агентка, конечный потребитель — это человек, который на вашем сайте купил билет, и он платил в рублях, и смотреть надо на рубли. Ну, понимаете, что они заинтересованы были, наоборот, просто порутились, и было бы время сейчас услышать, но было им очень сложно доказать и не стереть, что смотреть надо на рублевый рост, а не на доллар. Вот, то есть смотреть надо на то, что вы действительно делаете, за какие деньги вы это действительно делаете, и следить за то, что это была положительная история для всех. Две идеи про ограничения сверху, и про происходящее внутри, хотела бы сказать, здорово все рассказать, а если есть какие-то статусы, которые вы хотите его подать, то есть какие-то подходители. Все, спасибо. Ребята, вопросы к микрофону, пожалуйста, задавайте, принимайте ногу, я имею в виду, я делаю микрофон. Прокус. Спасибо. Ну а можно просто, если это можно сказать, о стратегии покупок? То есть вы же не просто там пришел, да, и считаете, как стратегия, и все наоборот. Ну, стратегия, вроде не растая, потому что, как наше дело, она же не накладывается на других. Понятно, у нас она есть, у нас она довольно простая. Мы платим, ну, когда вы покупаете, что, плата должна быть синергия. Потому что, ну, на каждом товаре есть какой-то обзор покупатель. И вы должны предложить самую большую цену, чтобы ее купить. Самую большую цену можно предложить, либо если у вас такой самый источнительный, там, самый рисковый, либо если вы будете использовать штуку лучше всех. Мы не хотим быть самыми источнительными, самыми рисковыми, а, следственно, мы должны их использовать лучше всех, и, соответственно, здраво какая-то синергия, и мы будем этим пользоваться лучше всех. Мы думаем, ну, на практике, мы готовы к другим вариантам, на практике нам кажется, что самая простая, самая естественная синергия с нами – это наш трафик. Мы почти монополисты на мобильном трафике, у нас есть хорошие позиции бездомного трафика. И если пользователь какая-то импульсная услуга продается, что-то не взорвалось, он не пришел на Яндекс с клипом «Дешево вылечить зубов Беляева», а он просто сидит и не знает, что с ним происходит в социальной сети, ну, то его можно подвесить, там, не знаю, новый способ практизирования зубов, зубы как-то лопа-драпа, и все хорошо. То есть, компании, которые делают некую не проблемную, а улучшающую услугу, которая, ну, мобильная, потому что она просто является мобильной, ну, естественно, на большом выпуске мы покатим, чтобы они были наши. Ответил? Ну, очень общий вопрос. Задайте себе конкретный вопрос, я туда не глуплюсь. Можно? Да. У меня вот такой вопрос. Вы потенциально вообще рассматриваете инвестиции в команду и технологию, или для вас на данном этапе интересны только показатели и какие-то состоявшиеся с проектами? Хороший вопрос. Смотрите. С одной стороны, мы понимаем, что мы очень плохой инвестор в команду и технологии, потому что мы не сможем, ну, все нужны умные деньги. Или самые дорогие, или самые умные. Умные мы быть в общем-то не можем, потому что мы большие, у нас очень много дел и следить за маленькой командой, которая что-то будет внутри делать и дойдет до интересного направления через 20 лет, но это неинтересно, никому никуда. И поэтому плохой инвестор, как мы сейчас не занимаемся. С другой стороны, нам кажется, что если надо заниматься, что-то выпускаем и реже на свое будущее, мы ищем варианты, и там кажется, наверное, почти нашли, и, может быть, скоро начнем заниматься. Но пока нет. Последняя покупка, да, в Амрук? Да. Амрук? Да, да. Вот какая стратегия развития будет у проекта? Почему вы решили купить и как он будет с трендом более порваться? Смотрите, вот очень простая иллюстрация того, о чем я говорю. нам кажется, что предпродажа вещей, вообще любых вещей, это как раз очень большой рынок, это как раз импульсные услуги, потому что вы не знаете, что вы можете распадать свою старую коляску и новый дешевый автомобиль, то есть это глобально то, чем вы должны заниматься. Мы попробовали этим заниматься, мы сделали как-то ю-лау, в котором торгуются дешевые и интересные вещи. Ну, интересные, ну, старые коляски, старая одежда, такая фигня. У нас очень хорошо получается, он очень растет, у нас стоит саммита по многим показателям, то есть все нормально. Но мы понимаем, что кроме старых колясок есть еще дорогие вещи, которые мы хотим не торговать. Одна из других вещей – это автомобили. И нам кажется, что АЭМ, который будет как-то очень интегрироваться с Юлой, это будет новый большой проект по торговой поддержке автомобиля. Мы привыкли в одном месте торговать с колясками, ну, почему мы уже почти пришли. Когда мы задумывались, куда продать автомобиль, мы пойдем сюда на Юлу, там, ИЛА Слэшавка, ИЛА АЭМ, куда-нибудь туда, и там быстро продадим свой автомобиль. Вот такая мысль. То есть те люди, которые продавали грязки, начнут продавать автомобили. Да. Физически какие-то же люди надо просто объяснить, что это дело в одном месте. Понятно. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ